Это наш третий день Парикрамы. Мы отправляемся на остров Гадрумадвип. В писаниях сказано, что на этом острове Господь Нитананда Прабу начал распространять Святое Имя, чтобы освободить все падшие души. Гадрумадвип также известен как остров, где священная корова Сурабхи вечно живет здесь, среди прекрасных деревьев и трав. Сурабхи известна как священная корова, которая появилась во время пахтания Молочного океана. Она также омыла Господа Кришну своим молоком, после чего из этого молока образовалось озеро Шри Гавинда Кунда. Корова Сурабхи вечно пребывает здесь и поклоняется Шри Читане Махапрабу. Шрила Бхактивинод Такур — пионер сознания Кришны в наше время. Вторая остановка — Бхаджан Кутир и Самадхимандир Бхактивинода Такура, где он провел свои последние дни, громко воспевая святые имена Господа. Внутри Самадхимандира находятся его божества — Гаура Гададхара, поклонение которым продолжается здесь и по сей день. Шрила Бхактивинод Такур в высшей степени почитаем преданными Гауры, так как благодаря своему трансцендентному видению он явил множество песен и поэм, которые помогают нам прогрессировать в духовной жизни. Третья остановка — Харихара Кшетра. В этом храме Господь Вишну и Господь Шива одновременно пребывают в одном божестве Харихара. Здесь вечно проходит поклонение Господу Шиви и Парватидеви. Преданные также приняли утренний просад в этом месте перед тем, как отправиться в Суварна-Бихаре. Это место называется Суварна-Бихар. Здесь, кстати, югу жил царь Суварна-Сен. Суварна-Сен был очень привязан к материальным наслаждениям. Однажды Нарада Муни пришел к нему и сказал, что единственный путь обретения подлинного счастья — общество преданных и воспевание святых имен Господа. После этого царь Суварна-Сен посвятил свою жизнь воспеванию святых имен Господа. Нарада Муни сказал ему, что если он будет памятовать о Махапрабу, то в Кали-Югу, когда он придет сюда в Навадви-Падхаму, Махапрабу примет его в число своих спутников. По милости Нарады Муни, царь Суварна-Сен увидел во сне Махапрабу и провел всю жизнь в памятовании о нем. В Кали-Югу он стал одним из вечных спутников Махапрабу и совершил много служения. По сей день здесь хранятся несколько камней его дворца. Но чудо не в том, что эти камни спустя миллионы лет сохранились до наших дней. Мы прославляем то, что этот царь попал в общество Махапрабу и стал преданным Господа. Мы в Нарисимха-Пали. Это наша последняя остановка перед завершением третьего дня Парикрамы. Нарисимха-Дев — одно из десяти главных воплощений Господа Кешевы. Значение его игры как Нарисимха-Дева заключается в том, чтобы показать, что слова преданного являются истиной. У Прохлада Махараджа была столь сильная вера в Нарисимха-Дева, что он видел его повсюду. Таким образом, если всегда верить в защиту Господа, то он придет и защитит своего преданного, как показывает эта его игра. После того, как Господь Нарисимха-Дев убил демона Хирания-Кашепу, он пришел сюда принять омовение и отдохнуть.